чтобы подготовиться к яровому севу и ответить на вопрос а как получить качественное зерно давайте посмотрим на предыдущие года какая у нас была структура посевных площадей какие урожайности сев зерна в россии в июне 22 года был проведен на площади 28 с половиной миллионов гектар что на 0,7 миллионов гектар ниже чем это было в 2021 году если же говорить про пшеницу то сев пшеницы в 2022 году был проведен на 12 с половиной миллионов гектар что в свою очередь также чуть ниже результатом 2021 года но это если говорить про яровой сев если же обратить свой взор на азимы которые как мы с вами знаем занимают 44 процента то есть есть потенциал будущего урожая зерна он в том числе зависит не от одних яровых которые нам предстоит посеять но в том числе и от азимов на 27 декабря по данным опубликованным минсельхозом сев азимов культур был проведен на 17 и 7 миллионов гектар что в свою очередь меньше чем результат 2021 года о чем нам это говорит о том что чтобы получить запланированный урожай зерна необходимо будет достигнуть плановой цифры по площадям и в этом случае скорее всего до севать какими-то другими культурами возможно это будут зерновые в этом году ожидается увеличение в целом яровых площадей ярового сева прогнозы на яровую сев до сих пор еще в обсуждении сейчас идет активная подготовка к яровому севу собственно поэтому мы с вами сегодня на этой встрече и обсуждаем собственно в том числе до вопросы а как получать качественное зерно а как готовится к яровому севу говоря о серии азимах здесь необходимо понимать что сев азимах не был реализован в полном объеме согласно плановых показателей по причине там не уборки других культур то есть мы понимаем что в части центрального черноземья по-прежнему у нас находится там подсолнечник кукуруза и соя которые до сих пор не убраны соответственно времени перед посевной ярового сева будет не так и много и здесь надо будет предпринимать какие-то шаги для того чтобы подготовить данные поля для посева да и принимать решение по использованию данных площадей и на текущий момент общий прогноз то что тот недосев который произошел у нас в озимом севе он будет восполнен яровыми и зерновыми давайте двигаться дальше посмотрим следующие данные в конце сентября на одном из совещаний о ходе сезонно-полевых работ говорили о том что 22 год может стать рекордным по урожаю зерновых в россии и действительно если оглянуться в целом на исторические результаты по твору зерновых можно сказать что самым рекордным из ближайших был 2017 год и было получено 135 с половиной миллионов тонн 2020 год был также близок к максимуму 2020 году было получено 133 с половиной миллионов тонн зерновых что же произошло в 2022 действительно 22 год он стал рекордным и было получено более 150 тонн зерновых при этом пшеницы было получено 104 тонны текущий прогноз фау на начало февраля 2023 года по объему производства зерновых был пересмотрен в сторону увеличения порядка на 0 3 процента основной объем прироста пришелся на долю пшеницы в результате пересмотра в сторону повышения объемов производства в таких странах как австралия и российская федерация всем это связано в сравнении с декабрьским уровнем ожидается рост продаж со стороны российской федерации это связано с достаточными объемами запасов зерна это связано с конкурентоспособными ценами которые сейчас выдает российская федерация это связано с высокими темпами поставок последние месяцы кроме того начале февраля 2023 года экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12 половиной процентов укрепились на уровне 305 долларов за тонну что показала в данном случае был показан небольшой рост но благодаря данной стабильности это вызывает интерес у других стран на покупку российской пшеницы в целом мировая торговля пшеницей за последнее время превысила объемы торговли всеми другими культурами вместе взятыми странными лидерами экспорта пшеницы являлись россия канада сша это австралия украина аргентина франция индия и казахстан на долю этих девяти стран приходится почти 90 процентов мирового экспорта но это собственно страны лидеры по экспорту а давайте посмотрим кто все-таки занимает основные площади под пшеницей и мы видим что на первом месте это индия то есть порядка 30 миллионов гектар занимает индия на втором месте россия и на третьем месте китай россия за период с там также 2000 по 20 год произвела 1 и 2 миллиарда тонн пшеницы среди глобального урожая россия скажем с пшеницей занимает 84 процента при этом лидирует по мировому экспорту пшеницы ни для кого не секрет что у нас ежегодно экспорт квотируется в прошлом году на экспорт у нас было определено квота порядка 14 тонн в текущем году миссельхоз также объявил что с 15 февраля по 30 июня 2023 года будет действовать квота на экспорт которая распределяется исторически по тем же компаниям экспортером размер данной квоты составляет 25 с половиной миллионов тонн баланс спроса и предложения россии пшеницы по данным гикар скажем в двадцатом году экспорт составил порядка 30 34 8 тонн в двадцать первом году по данным на экспорт ушло порядка тридцати девяти и четырех тонн при этом двадцать втором году с одной стороны можно сказать что до экспорт по сравнению с предыдущими годами немножко снизился но в целом это достаточно высокий показатель что на фоне общей обстановки которая у нас была в том году в стране данный показатель он достаточно хорош по итогам 2022 года несмотря на все сложности с которыми столкнулись российские компании прошлом году экспорт сельхоз продукции в целом в ценах на январь 2023 года увеличился примерно на 12 процентов давайте вспомним то о чем мы говорили некоторое время назад что у нас есть хороший потенциал ярового сева с учетом того что а зимы не были досеяны мы понимаем что рекордный сев яровой пшеницы в частности в центральном черноземье ожидается на площади одного из шести миллионов гектар а теперь давайте зададимся вопросом а как же все-таки перезимовали наши озимы какое состояние снежного покрова было в январе в конце января 23 года судя по карте мы можем сказать что далеко не везде снег был равномерным скорее зима это была достаточно аномальная местами снега не было вообще соответственно озимы не были прикрыты защищены от внешних условий периодически были сильные морозы и уже достаточно в скором времени встанет вопрос о том чтобы понять а в принципе в каком состоянии находится озимы а сможем либо получить выражать с этих полей а а